Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Светланы Кудрявцева. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. На низком старте городские службы готовы подать тепло в жилые дома. В первую очередь нужно предотвратить разрушение здания. Строители приступили к разбору кровли дома 153 на Галактионовской. 15 километров по шоссе в Самаре прошли первенство и чемпионат города по велоспорту. Отопительный сезон в Самаре начнется в плановом режиме. Согласно нормативам ЖКХ, тепло начинают подавать в квартиры, когда в течение пяти дней средняя суточная температура на улице держится на отметке плюс 8 градусов. В этом году в самарских домах станет значительно теплее. 22 километра обновленных сетей будут качественно обогревать жилые кварталы, где еще год назад были перебои. В полной готовности к зимнему сезону и социальные учреждения. Подробнее расскажет Олег Зверев. Многоквартирные дома и социальные учреждения Самары полностью готовы к отопительному сезону. Как только среднесуточная температура на улице установится на уровне 8 градусов, тепло будет подано в квартиры. Сегодня состояние жилищно-коммунального хозяйства стало темой номер один на совещании в городской администрации. Летние кампании по подготовке к зиме финишируют в плановом режиме. Выполнены все необходимые работы по внутридомовым инженерным системам и проведены гидравлические испытания и промывка 100%. Документарная готовность. Практически повсеместно завершаются работы по замене теплотрасс. На месте недавних раскопок проводится благоустройство. А таких точек на карте города немало. В этом году переложили рекордный километраж тепловых магистралей. По подключению у нас в детские сады Елена Борисовна с вас заявка, подключение стационара больницы. Сразу на главных врачей, там где стационары, главных городских районов, обзвоните всех своих главных врачей, пусть подают заявку на подключение тепла. Параллельно городские власти решают другой социально значимый вопрос. Обеспечение жильем воспитанников детских домов и интернатов. В этом году 164 выпускника сиротских учреждений отметят новоселье, переехав в теплые благоустроенные квартиры. Из бюджета Самарской области 265 миллионов рублей на приобретение 164 квартир для обеспечения детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В ближайшие 10 дней фактически у нас должна быть обеспечена стопроцентная контрактация по тому объему денежных средств, которые нам были доведены из вышестоящего бюджета. И сроки, планируемые нами получения этих квартир с чистовым ремонтом от застройщика, это до конца октября. В Самаре начали работать ярмарки выходного дня. Хорошие подспорья для горожан. Продукты без посреднической накрутки можно приобрести на площадках в Красноглинском и Ленинском районах. На муниципальных ярмарках представлены все товарные группы и виды продукции. Используются унифицированные меловые ценники, а также единообразные бейджи, информационные таблички и фартуки для продавцов с логотипом муниципального предприятия «Ярмарки Самара». Ярмарки работают в пятницу, субботу и воскресенье с 8 до 18 часов. Их посещают порядка 2000 человек за день. Олег Зверев, Василий Колдашов, Николай Епифанов. События. Строители приступили к разбору кровли дома на Галактионовской 153, где в начале сентября обрушилась стена. Сейчас необходимо предотвратить угрозу дальнейшего разрушения всего здания. А уже после этого можно будет детально обследовать фундамент и подвальные помещения. Анатолий Головко выяснил детали. Дом на Галактионовской, где обрушилась стена, начинает готовить к восстановлению. Сейчас специалисты разбирают крышу. Это необходимо для того, чтобы предотвратить угрозу дальнейшего обрушения. На завтра запланирована со стороны улицы Галактионовской установка металлических конструкций, которыми будет укрепляться фасад здания, для того, чтобы уже в полном объеме завершить разбор стены, которая сейчас нависает. После полного устранения угрозы обрушения специалисты приступят к детальному обследованию здания. Будет сделан проект с экспертизой. И я думаю, к концу года мы все процедуры конкурсные проведем и начать восстанавливать дом. До середины октября строителям предстоит проверить фундамент и подвальные помещения. Анатолий Головко, Григорий Плешаков. События. За сутки в Самарской области зарегистрировали 112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе достигло 10 тысяч 776. Такие данные в понедельник, 21 сентября, опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 19 человек, а всего с начала пандемии из больниц выписали 8 тысяч 276 пациентов. Число летальных исходов в регионе составляет 173. Один человек с симптомами COVID-19 скончался за прошедшие сутки. Тем временем в Самарской области подготовили три стационара для тяжелых больных ОРВИ. Наиболее часто COVID-19 выявляется у людей с симптомами острой респираторно-вирусной инфекции. При этом, как отмечают в региональном Минздраве, больший процент заболевших переносит болезнь в легкой форме, что позволяет им лечиться амбулаторно. Дефицита коечного фонда нет. Из развернутых на данный момент коек в резерве находится 689. Также в Самарскую область поступили первые 42 вакцины от COVID-19. Сначала прививки сделают медикам. А в общественном транспорте усиливают контроль за соблюдением масочного режима, который продолжает действовать в регионе. Проверки в автобусах и трамваях проходят ежедневно. Елена Малютина отправилась в один из рейдов, чтобы узнать, используют ли пассажиры средства индивидуальной защиты. О том, что проезд в общественном транспорте только в масках, водители объявляют на каждой остановке. Твердят об этом и кондукторы, а также дружинники, которые приходят им на помощь. Контроль за соблюдением масочного режима ужесточен. По решению штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией введена новая мера. Если в автобусе находится хотя бы один пассажир без маски, общественный транспорт с места не тронется. Большинство пассажиров к ситуации относятся с пониманием, но есть и те, кто провоцирует конфликтные ситуации. Вы что, кайфуешься? Иди отсюда! Как тебя зовут вообще? Мы сейчас стоим и тормозим, как вы говорите, потому что у нас часть людей не хотят надевать маски, не покидают салон. Да, одену я вот в кармане маску. За нарушение масочного режима предусмотрена административная ответственность и штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Если пассажиры отказываются соблюдать санитарно-эпидемиологический режим и идут на конфликт, составляются протоколы. В этот раз девушке, забывшей маску, улыбнулась удача. Девушка без маски. Сейчас все слышали. Покидайте салон, либо надевайте маску. А если у тебя сегодня нет маски, значит покидайте салон. Спасибо. Только вам маску. Александр Макаров говорит, у него всегда с собой упаковка с масками. Он меняет их каждые два часа. Поэтому сегодня и смог выручить девушку. Говорит, масочный режим нужно соблюдать, чтобы было меньше заболевших коронавирусом. К тому же она может защитить и от сезонных заболеваний. Мы все люди. Почему не поделиться? Если у меня есть маска, у другого человека нету, почему не поделиться? Число заболевших COVID-19 в регионе снова неуклонно растет. Поэтому меры по контролю за соблюдением масочного режима вновь усилили. В общественном транспорте и торговых центрах увеличили число рейдов. У нас должна быть однозначная нетерпимость. Вот я зашел в автобус, я уже в маске. Я не внутри ее надеваю, а уже на остановке подготовленной к ней стою. И водители, кондукторы, весь персонал перевозчиков ориентированы на то, что пассажир должен быть именно в маске. Стараемся, чтобы, естественно, это никак не повлияло на интервалы, потому что все-таки у нас все по графику, скажем так. Но из опыта видно, что пассажиры непримиримо относятся к тем, кто не применяет маски. Он выходит просто, либо надевает ее. В основном все пассажиры, у всех пассажиров есть маски, просто не все их надевают. Сотрудники транспортных предприятий обеспечены масками, перчатками и антисептиками. Также ведется вакцинация от гриппа. Запасы средств индивидуальной защиты ежедневно пополняются. Перед выходом на линии трамваи и автобусы дезинфицируют специальным раствором. Рейды, которые организуют департаменты транспорта и общественной безопасности, при поддержке полиции и народных дружинников проводят во всех видах общественного транспорта, включая коммерческий. Елена Малютина, Григорий Плешаков. События. Курс евро превысил 90 рублей впервые с 8 сентября. На банковском рынке появился продукт, который позволяет выплачивать зарплату сотрудникам ежедневно. Пособия по безработице для граждан с детьми могут увеличить. Обо всем подробнее расскажет моя коллега Виктория Шарая в рубрике «Новости экономики». Виктория, вам слово. Здравствуйте, Светлана. О новостях экономики расскажу сегодня я, Виктория Шарая. В понедельник на открытии торгов московской биржи курс доллара был на уровне 75 рублей 65 копеек. Курс евро 89 рублей 77 копеек. Но уже в 11 утра доллар торговался на уровне 76 рублей 7 копеек. Евро 90 рублей 3 копеек. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже составила 42 доллара 58 центов за баррель. Дожить до зарплаты. Альфа-банк запустил инновационный для российского банковского рынка продукт, который позволяет в рамках зарплатного проекта выплачивать вознаграждение сотрудникам ежедневно. Этот сервис может стать альтернативой займам до зарплаты, считают эксперты. За новую опцию получателю средств придется платить до 150 рублей в месяц. Для работодателя она бесплатна. Однако далеко не всем компаниям будет интересен новый продукт. Администрировать выплату зарплат в таком виде слишком трудоемкий процесс. Кроме того, подобный режим сопряжен со сложностями уплаты налогов за сотрудника. Собственное программное обеспечение для реализации системы быстрых платежей намерен создать Центробанк Российской Федерации. 21 сентября об этом заявила первый заместитель главы Центробанка России Ольга Скоробогатова на международном форуме «Казань Digital Week 2020». По ее словам, в первую очередь приложение будет рассчитано для предприятий среднего уровня и должно сократить издержки бизнеса. Пособие по безработице для граждан с детьми, появившиеся в России в качестве антикризисной меры, необходимо увеличить и выплачивать на постоянной основе. Такая идея содержится в предложениях Федерации независимых профсоюзов России к генеральному соглашению между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021-2023 годы. Уточняется, что речь только о несовершеннолетних, а надбавка должна быть пропорциональна количеству малышей в семье. Новое введение начало действовать в России с апреля. Безработные родители получают дополнительно 3000 рублей на каждого ребенка. Профсоюзы предлагают сделать эту меру поддержки постоянной и увеличить сумму выплат более чем в три раза. В правительстве предложение пока не комментируют, но по расчетам экспертов инициатива может обойтись бюджету в 25-27 миллиардов рублей в месяц. Это были новости экономики. Берегите ваши финансы. Телеканал Самара ГИС организовал прямую трансляцию показа мод. В столице региона впервые прошел подиум зрелой красоты. Это федеральный проект, который позволяет людям серебряного возраста почувствовать себя в роли моделей, а местным дизайнерам заявить о себе. Прямой эфир на экранах телевизоров, смартфонов и планшетов смогли увидеть более 40 тысяч зрителей. А наша съемочная группа тем временем узнала впечатления участников. Анатолий Назаров программист, а сегодня выступает в качестве модели. Говорит, перед первым выходом на подиум абсолютно спокоен. Ко всему в жизни подходит творческий, даже сценический образ придумал сам. Для кого-то может быть это показ модной одежды и брендов, а для меня это театр моды. Модный показ «Подиум зрелой красоты» существует в России уже 7 лет, но в Самаре проходит впервые. Это не просто демонстрация модной одежды для старшего поколения. Это проект о людях, которые в 50 лет и старше следят за собой и при желании готовы измениться до неузнаваемости. Мы давно знаем, что нужно ломать стереотипы в возрасте. И мы решили сделать такой проект, который будет и про моду, и про красоту, и про старшее поколение, и про то, что они становятся другими. Модели дефилировали под звуки живой музыки и бой барабанов. Каждый выход – как маленький спектакль. Готовились к выступлению несколько неделей. За это время успели узнать друг друга и подружиться. Это потрясающе. Столько настроения хорошего. Такая отличная команда дружная здесь работает. Столько классных девчонок, столько интересных историй я узнала. Коллекция одежды на все случаи жизни. От нежных платьев из кружева, ручной работы, мягкого трикотажа до теплых кашемировых пальто. Я влюбилась в эту одежду. И, наверное, даже я с ней не расстанусь. Я не хочу с ней расставаться. Это так удобно, так мягко, так изысканно. Костюмы предоставили самарские дизайнеры, многие из которых давно мечтали поучаствовать в проекте. Это нужно очень Самаре. И желательно, конечно, чтобы больше таких было мероприятий. Чтобы женщины себя могли чувствовать красивыми. Дизайнеры и организаторы проекта постарались не только подчеркнуть благородную красоту моделей и их внешние особенности, но и отобразить уникальность внутреннего мира каждого. Почувствовала себя уже каким-то таким вот человеком, который готов выйти на улицу и вот это все продемонстрировать не только здесь на подиуме, но и на улице. Я бы еще хотела поучаствовать, потому что на меня посмотрели женщины, и меня увидели все мои знакомые, все близкие. Телеканал Самары ГИС организовал трансляцию показа. Дефиле в прямом эфире смогли увидеть одновременно до 40 тысяч человек, как в регионе, так и во всей стране и даже за рубежом. Всей команде телекомпании ГИС большой респект, большое уважение, профессионально сработали. Я надеюсь, что очень много людей сегодня радовались, глядя на наш подиум в прямом эфире. Подиум зрелой красоты давно вышел на федеральный уровень. И в каждом городе организаторы находят единомышленников. Тех, кто уверен, что стиль – это не просто брендовые вещи, а философия человека, шарм и неповторимость, которые совсем не зависят от возраста. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. 22 сентября в Самаре стартует форум «Живые инклюзивные практики». Его участники соберутся на уникальные онлайн-площадки, чтобы пройти тренинги от ведущих экспертов России. Гости смогут присоединиться к дискуссиям и мастер-классам по методикам работы в различных направлениях социальной реабилитации и адаптации людей с инвалидностью. Форум стал ключевым событием проекта «Центр развития инклюзии регионов России», который реализуют с использованием гранта президента страны. «Недавно у нас прошел Всероссийский форум Иволга на территории. Он оставил грандиозные приятные впечатления у участников со всей страны. И на этот уровень качества мы и ориентируемся». А теперь коротко о других событиях этого дня. В «Волге» поздно вечером утонул внедорожник с людьми. По словам очевидцев, «Эндкрузер» пробил ограждение на грузо-пассажирской пристани и упал в воду. Спасатели, прибывшие на вызов на катере, получили информацию о том, что в машине находились два человека. В свете фара они подняли из воды погибших водителя и пассажира. Тела передали сотрудникам полиции, а на следующее утро достали из воды и автомобиль. Для этого водолазы завели под него стропу, а затем автокран поднял машину на палубы Дебаркадера. В Самаре завершили капремонт Кировского моста. Проезжая часть сооружения была расширена до четырех полос. Расширение произошло на участке от заводского шоссе до набережной реки Самара. К работам подрядчик приступил в мае 2019 года. Их стоимость составила 319 миллионов рублей. Помимо этого на мостовом переходе перенесли коммуникации, установили освещение, оборудовали тротуары, благоустроили прилегающую территорию. Дорога оборудована техническими средствами безопасности дорожного движения, в том числе на пересечении с железнодорожными переездами. Тестирование электробуса в Самаре подходит к концу. Об этом сообщили представители трамвайно-троллейбусного управления. Электробус снова будет ходить по маршруту номер 108, губернский рынок, Южный город, с понедельника, 21 сентября. Электробус – это автобус и троллейбус одновременно. Он не зависит от контактной сети и имеет электрический двигатель. Такой транспорт может проехать на одном заряде около 20-30 км со скоростью не больше 65 км в час. Православные христиане сегодня отметили Рождество Богородицы. Это один из 12 основных церковных праздников. С него начинается годовой круг богослужений. Согласно преданию, Дева Мария родилась в Назарете от престарелых родителей. Ее появление на свет стало первым событием библейского Нового Завета. Сегодня во всех православных храмах мира прошли торжественные службы. В Самаре центральным местом торжеств стал храм, освященный в честь Рождества Богородицы, расположенный на улице Мичурина. Начало нашего спасения – это рождение Пресвятой Девы Марии, которое было избрано от всех родов земных, стать матерью Господа нашего Иисуса Христа. И поэтому это мы, как начало нашего спасения, духовного спасения, отмечаем и радуемся этому событию. Велосипедисты закрыли сезон соревнований. В Самаре прошли первенство и чемпионат города по велоспорту шоссе. От старта до финиша атлетам нужно было преодолеть 15 километров. С окрестностей стадиона Самара-Арена репортаж Сергея Кизоркина. Чтобы пролететь гоночную трассу в 15 километров за нормативное время, минут за 20 нужно как следует размяться. Эту аксиому молодой велосипедист Динар Софиулин выучил на зубок. Молодой человек в седле всего лишь три года, поэтому для него городские соревнования пока как тренировка. Набирается опыта, на медали не рассчитывает. Но придет и его время, уверен гонщик, и он обязательно поднимется на пьедестал почета не только первенства Самары, но и России. Я с детства катаюсь уже на велике, поэтому я велоспорт выбрал. Первенство и чемпионат Самары по велоспорту шоссе прошел в окрестностях стадиона Самара-Арена. Гонщики уходили на трассу небольшими группами, соблюдали все меры безопасности при сложной эпидситуации. Участники, мужчины и женщины, юноши и девушки преодолели 15 километров в два круга. Индивидуальная гонка собрала на старте 120 человек. Критериев абсолютно никаких нет в нашем виде спорта. Это главное желание и всего. А все остальное мы предоставляем. То, что у нас имеется, естественно, велосипеды какие-то есть для начального уровня подготовки. Многие ребята занимаются пока что для своего удовольствия. Пока что на этом этапе для них главное участие, а не результат. Сложный велосезон оказался для самарских спортсменов плодотворным. Удалось провести областные соревнования. Лучшие поехали на чемпионат страны, где выиграли парную и командную гонки. Сейчас у нас выступают ребята в Челябинской области на маунтенбайке. Вот два дня назад девушка была третьей, Тесленко Елизавета. Так что, несмотря ни на что, жизнь продолжается. Соревнуемся. Сейчас команда готовится выступать в Самарской области чемпионат России среди слабослышащих спортсменов в Крыму. В этом году самарские велогонщики откатали последние городские соревнования по шоссейным гонкам. В октябре турнир пройдет для тех, кто предпочитает маунтенбайк. То есть гонки по горам и пересеченной местности. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. В Самаре также прошел и традиционный всероссийский день бега кросс-нации. Участие в нем приняли около тысячи человек. От мала до велика все самарцы бегали на различные дистанции от 2 до 12 тысяч метров. На финише их встречала Мария Левина. Аганесса Макрчан заканчивает юридический вуз. Говорит, за 4 года учебы спорт стал неотъемлемой частью жизни. Хотя тягу к здоровому образу жизни Аганессу привил еще отец, который занимался легкой атлетикой. Ежегодно молодой человек принимает участие в традиционном всероссийском дне бега кросс-нации. Когда бегаешь, ощущаешь невероятное чувство. То есть это и мотивация в дальнейшем. Если будет желание стать спортсменом, принимать участие в всяких чемпионатах. Плечом к плечу с любителями бегут и профессионалы, которые всегда готовы поддержать советом. Для Татьяны Геремеевой кросс-нация открыл новые возможности. Пару лет назад на спортивном празднике ее заметил тренер. И сегодня она уже КМС по легкой атлетике. Сначала бывает такое, они совершают ошибку. Они бегут быстро сначала, а потом бегут медленнее. Хотя я даже на старте бывала, говорила девушкам. Давайте начнем спокойнее, начните и потом добежите. Вот такие скорее как отдых. Участникам предстояло преодолеть дистанции от 2 до 12 тысяч метров. В зависимости от возрастной группы. На дистанцию вышли все, от дошкольников до пенсионеров. Сейчас, нынешнее время, последние особенно 3-4 года, стало модно бегать или на велосипедах кататься. Понимаете, и все участников с каждым годом становятся все больше. Но этот год своеобразный, из-за этого мы не можем по полному объеме его провести. Самар, в принципе, у нас очень спортивный город. У нас очень много спортивных событий, которые происходят. Такой забег, конечно, очень важное мероприятие, потому что в него принимают все жители не только нашего города, но и области. Это всероссийское мероприятие. Ну и каждое спортивное мероприятие – это замечательный пример того, как город и как жители города стремятся стать сильнее, лучше, быстрее. По итогам забега все участники получили медали и кубки. Мария Левина, Николай Епифанов, События. Самарские крылья Советов одержали четвертую победу подряд в первенстве Футбольной национальной лиги. Волжане на выезде разгромили Омский Иртыш. Как развивались события, поединка расскажет Анатолий Головко. Футболисты Самарских крыльев Советов, похоже, нашли свою игру. Подопечные Игоря Осенькина разгромили Омский Иртыш на выезде со счетом 0-4. Эта победа стала четвертой подряд для Волжского клуба. Первый гол в поединке забил нападающий Иван Сергеев. Он откликнулся на передачу Дмитрия Кабутова и переиграл голкипера хозяев поля. Под занавес первого тайма воспитанник самарского футбола упрочил преимущество гостей. Егор Галенков реализовал выход один на один. Во втором отрезке встречи на поле появился легионер Раду Гансарь. Полузащитник отметился дублем и установил окончательный счет на табло. Гансарь после травмы у нас наконец забил, и мы хотели бы эти мячи забивать пораньше. Мы все сделали по количеству моментов, чтобы мы уже совершенно в такой игре безболезненно довели ее до концовки. Соперник преподал нам хороший урок. Эта игра выявила огромные проблемы нашей команды при введении оборонительных действий. Не только индивидуальные ошибки мы допускали, но и коллективные всей команды. Нас хватило ровно на 10 минут. После этой победы крылья советов занимают третью строчку в турнирной таблице и имеют в своем активе 19 очков. Следующий поединок волжане проведут на Самар-арене 23 сентября. Подопечные Игоря Осенькина померятся с силами с брянским «Динамо». Начало поединка в 19.00. Анатолий Головко, События. На этом наш выпуск завершен. Будьте здоровы. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин